Дал все этот бой. Показалось со стороны, что, в принципе, без проблем убедили. Ну, не без проблем, как бы шеф опасен в любой момент. Одна плюха у меня прилетела реально, аж ноги подкосило. А куда прилетела? В башку. Я на раскачке как бы расходился, все нормально. Ну, пробил свое, закинул пару плюх в печень, когда человек просел, начал опускать руки, все-таки я попал в голову. Ну, к Херсанову тяжело попасть. Прежде всего преимущество в весе сказалось, в массе? Ну, у меня есть преимущество в массе, но масса бесполезна, когда ты не можешь попасть в человека. Как бы сейчас у меня масса упала, ну, зато появилась скорость. На этой скорости, в принципе, как раз и хитрости, ну, вот обманы, которые, как бы, мне Олег Шалаев показывал. Еще Валера, вот, тренерал мне, бег, естественно, показывали многие фишки, обманки, которые я пытался делать. Ну, эти обманки ввели в заблуждение, и в концовке я попал в свой любимый колхозный крюк. Как свою форму сейчас оценить? Ну, уже лучше, чем после того, как я освободился, набираю форму потихоньку. Долго работали над дыхалкой, довольны сегодня? Ну, сколько мы, три раунда провели, но на три раунда у меня хватило, и я думаю, пять раундов я бы отстоял в таком ритме, без проблем. Но я, как бы, на тренировке по лапам работаю с резиной по десять-двенадцать раундов. Сейчас некоторые говорят, что Александр Емельяненко поиск из Кокляева может сняться, можете поучаствовать. Вы, в теории, готовы его заменить в этом бою? С Емельяненко у нас будет серьезный бой, а не то, что они делают с Кокляевым, и я думаю, это будет в следующем году. Вам еще сколько нужно готовиться именно по собственному состоянию, на ваш взгляд? Я хочу провести три-четыре боя перед тем, как встретиться с Емельяненко. То есть где-то через год готовы к бою с ним? Через год, в следующем году, да. В следующем году? Спасибо. Благодарю.